Один важный момент. Это про украшение ёлки. Я, когда Жанне рассказала, я так удивилась, что я думала, что это знают все, а оказывается, не все. Я вообще просто такой динозавр. Да, я вообще не понимаю, как можно просто так наряжать ёлку. Поэтому я практически её и не наряжаю. Я покупаю ёлку готовую и ставлю. Ведь самое главное волшебство, вот прям самое главное, это ёлка. Потому что она реальный символ. Причём, если мы посмотрим, ну как бы дерево не просто так. То есть оно, правда, срезанное дерево, оно может быть даже искусственное, но это символ. То есть представьте себе, что у этого дерева корни уходят в землю. И вот из земли вот всё самое, все соки, все богатства у нас под землёй, да. Вот всё, что нужно материального, это всё через корни в дерево поступает, да. Опять же, у дерева есть ветки. Эти ветки стремятся к небу. Там есть бог, там есть вселенная. И там мы как бы ментально можем говорить о том, что мы хотим, да. Там о каких-то своих мечтах и мыслях. Поэтому само по себе то, что мы наряжаем дерево, это уже само по себе очень важно. Очень символично. Очень символично, очень ценно. Я за то, чтобы обязательно наряжать ёлки и именно так к ним относиться. Что вот ёлка, это наша связь с материальным и с духовным, да. Вот. И обязательно, когда мы вешаем на ёлку игрушки, значит, можно это делать по-разному. Можно специально покупать игрушки, а можно наделять все те игрушки, которые у вас есть, каким-то определённым смыслом. Вот прямо каждую игрушку, когда я вешаю на ёлку, я про неё что-то думаю. То есть я её вешаю с мыслью, что... Ну, то есть задача такая, что на этой ёлке должны быть все мои желания на весь следующий год. Ничего главное не пропустить. Вот. Желаний обычно много. Желания бывают всякие разные, необычные. Бывают ёлка с одним огромным большим желанием у меня. Я помню, одна ёлка была, она была полностью вся с сердечками. То есть они были всевозможные. Я покупала, я их и делала. Я их покупала в разных формах и размерах там и так далее. У меня была ёлка исключительно вся в сердечках. Посыл понятный. На мою ёлочку посмотрите тоже. Когда Яна рассказала, такая, так... Я побежала в магазин и начала скупать, ну, искать сначала. Мне же нужно, чтобы ещё было красиво. И вот эти вот... Звёзды и сердечко. Я звёзды и сердечко. Да, понятно, что я хочу. Нет, там ещё есть у меня домик. Вот такая вот эта игрушка. Даже честно, это ты хочешь домик загородный? Да. Вот, загородный домик. Загородный домик. Самое, что интересно, вот в предыдущий год у меня... Вот тут, может быть, плохо видно, вот я ещё сниму. У меня вот здесь вот таких вот пять феечек висят. То есть это ангелы, которые исполняют желания. Вы знаете, кто это? Это вот моя команда. У меня как раз, девочки, это вы, мои помощницы Александра, Татьяна. Катя, Саша и Таяна. Вот получается пять девочек, вот мы их пять феечек, которые мне помогают. Представляете, я вот до этого, когда я вешала, я так не думала. А потом что-то когда-то вот рассказала, думаю, надо же. Так оно вот так и есть, да. Так что вот без этих феечек у меня бы ничего не получилось. У меня прошлогодняя ёлка очень интересная была. Я только всего вчера об этом думала, нашла ёлку прошлогоднюю свою. Потому что у меня каждый год по-разному ёлки наряжены. Предыдущий год у меня полностью вся ёлка в клоунах была. Так, и что? Мне хотелось веселья. Ну, то есть у меня вот там два года назад. Мне так хотелось вот, чтобы моя жизнь была вот весёлая, интересная. Чтобы люди были лёгкие кругом. И чтобы их было много и разных. И у меня было, причём там у меня были клоуны какие-то ручной работы. Ну, всякие разные. А прошлый год у меня, значит, ёлка вся в плодах, скажем так. То есть у меня там, ну, там, игрушки с ягодами. Ягоды отдельно. Гранаты, яблоки, груши, какие-то сливы, ещё что-то. То есть у меня полностью вся ёлка была в фруктах. Ну, могу сказать, что у меня почему-то такая была идея, что я хочу получить плоды, ну, как бы всех своих каких-то стараний, да, в жизни. Вот. И очень интересно, что я это загадала-загадала. И только вчера подумала, интересно, сбылось это или нет. И как это сбылось. И я вдруг поняла, что очень интересно, ну, необычно для меня, что действительно в этом году, благодаря Жанне, все мои, ну, то есть я же за последние 15 лет, действительно, у меня там было много, я училась, да, там, разным профессиям. И занималась этим как-то отдельно. И вот именно совместить и такой выдать буквально плод всех моих стараний в одном флаконе, ну, вот, конкретно в школе, у меня действительно получилось именно в этом году. То есть я, смотри, благодаря тебе рассказываю там и про аромастиль, и про имидж, и про макияж, и про архетипы. И все-все-все, вот, все, что я там учила когда-то, и знала, все получается здесь, ну, как плод моих трудов, он воплотился действительно в этом году. Вот так вот. Я могу вам сказать, что ни одна игрушка у меня не вешается просто так. Я обязательно, даже если мне вот не хватает, там даже шары и то я вешаю с каким-нибудь смыслом, там, гармонии, там, полноценности, там, не знаю, чего-нибудь еще. А можно же еще записочку написать и туда вовнутрь положить, например, если это шарик? Можно, можно и с записочками, можно как угодно. И, значит, надо сказать... А, кстати говоря, ну, один случай неприятный расскажу. Это я, значит, в прошлом году, опять же, я решила, что, наверное, я еще и замуж хочу. Ну, вот. Ну, конкретно, вот именно свадьбу хочу. Почему бы нет? И я пошла, думала, а интересно, что же у меня, ну, свадьба, что может символизировать свадьбу? И, честно, вот у меня с фантазией очень хорошо, я придумываю обычно смыслом наделяю вообще легко вещи. А тут я такая думаю, не придумала, представляешь? Ну, то есть какой-то идеи не придумала. И пошла в магазин, и в каком-то магазине увидела шарик, на котором нарисована жених и невеста. Я думаю, о, то, что надо. Он такой беленький, там что-то нарисован. И вот я могу сказать, что я пока, когда я вешала на елку, значит, этот шарик, он у меня упал и разбился. Я думаю, ну, видимо, не в этом году.